Так, ну что, 31 раса, боитесь, что это будет долго, вы не знаете, что такое долго. Так что расслабляйтесь, наливайте себе чай и готовьтесь разбирать расы в ДНД по полочкам. По полочкам, простым языком, сложная ДНД. Ну, может быть не прям по полочкам, я расскажу самое основное, чтобы вы не запутались в этом огромном количестве информации. Начнем с девяти базовых рас, которые описаны в книге игрока. Да, ребята решили, что я буду угадывать расы, про которые я буду в дальнейшем рассказывать, поэтому... А, ну, человек, люди, это самое понятное. И да, кажется, что отыгрывать человека неприкольно, но, во-первых, в ДНД вы не просто человек, а сверхчеловек. Единственный наследник короля, великий первооткрыватель, беспринципный убийца, или даже Томас Дерейн. А во-вторых, основной прикол этой расы в том, что значение всех характеристик вашего персонажа увеличивается на единицу. И если у вас изначально получилось много нечетных чисел, то это суперполезная штука, потому что с переходом на четное число меняется модификатор. Но если вам нет смысла увеличивать все характеристики, можете воспользоваться альтернативным вариантом для людей. Увеличить только две, также на единицу, получить навык на ваш выбор и черту. Черты также бывают очень полезными, но о них, пожалуй, в другой раз. Да, и рисунки рисует человек, который вообще не понимает, что такое ДНД. А, ну а это Дварф! Дварфы внешне похожи на людей, но гораздо более низкие, коренастые и крайне бородатые. Борода для них — это святое. Еще Дварфы долго живут, около 400 лет. Все это время они проводят в кланах и работают либо с металлом, либо с камнем, либо в шахтах. Поэтому первое, о чем вам стоит подумать, это, что это вашему персонажу захотелось отдать и отдел, и стать героем. Базово Дварф описывают как смелых и решительных, но упрямых и злопамятных. Мы хотим сразу отметить, что на такое описание у любой расы можно смело забить и сделать такого персонажа, который вам будет по кайфу отыгрывать. А лучше спросите у мастера, как он представляет ту или иную расу, и решите, как объединить ваши концепты и желания. Что же дает раса Дварфов игромеханически? Первое — темное зрение. Ну, возможность видеть в темноте. Очень полезный навык, которым вы реально часто будете пользоваться. Например, в... Непроглядной глубине темнейших подземелий! Люди, кстати, видеть в темноте не могут. Второе — так как Дварфы стойкие и выносливые, вы получаете сопротивление к урону ядом и преимущество на спасброски от яда. Из минусов — скорость передвижения чуть ниже среднего. А если у людей это 30 футов, то у Дварфов 25. Но у Дварфы никуда не торопятся. Эти особенности есть у всех представителей расы, но вы можете получить больше, когда выберете разновидность вашего Дварфа. В ДНД их всего три — это горные, еще более сильные, холмовые, более стойкие и с суперразвитой интуицией, и дуэргары — скрытные и жестокие рыбовладельцы, которые живут в подземье. Если вдруг захотите выбрать их, сможете увеличиться в размерах и становиться невидимым. А здесь у нас... Это полурослик? Нет. Гном? Да. Еее. Гномы еще ниже, чем Дварфы, их размер считается маленьким, поэтому так же медленно ходят. Энергичные, любопытные, за любой движ, кроме голодовки. Такие исследователи, которые легко увлекаются и интересуются всем подряд, могут дожить до 500 лет и все эти годы радоваться новому. А теперь по фактам. Гномы шарят. Они умны. Запишите плюс два к интеллекту. От природы умеют сопротивляться магии и видеть в темноте. Видов гномов три. Лесные гномы живут, собственно, в лесу. Без труда творят маленькие иллюзии и любят мелких зверушек. Ну, и могут общаться с ними. А так же чуть более ловкие. Скальные гномы — их тема — это технологии. Они фанатеют по разным механизмам и двигают вперед науку. Шарят за ремесла. Могут потратить час времени, чтобы создать маленький заводный механизм. Например, лягушку, которая может прыгать и квакать, как настоящая. А так же выносливая. Третье — это глубинные гномы. Такие же хорошие ребята, несмотря на название, просто живут глубоко под землей. Более флегматичные и юмор у них такой темноватый. Возможно, из-за такой гнетущей среды живут в два раза меньше. Зато ловкие и могут превосходно спрятаться в каменной арке или прижаться к стене. Ну что там, ну что там? А, не, ну это полурослик. Он? Да. Класс. Если вы хотите поиграть за добродушного любителя домашнего очага, то ваш выбор — это полурослик. Они еще ниже гномов. Их размер тоже считается маленьким. Живут по 150 лет. Обычно в уютных общинах, но могут быть и кочевниками. Минус роста — все такой же. Скорость — 25 футов. Плюс возможность пролезать между ног у существ, которые больше них. Собственно, почти всех существ. Также полурослики очень ловкие и храбрые. Так что можете смело увеличивать ловкость на два. И с преимуществом кидать спад-броски от испуг. А самое главное — они безучие. В ДНД это так же круто, как в жизни. Играя за полурослика, вы перебрасываете единицы с куба. Это значит, что никаких критических провалов на проверке характеристик и спад-бросков. Ну, если он не упадает две единицы подряд. Полурослики тоже бывают нескольких видов. Это коренастые — они похожи над варфов, выносливостью и защитой от яда. И легконогие — могут спрятаться за ногами существа, которые больше них, и более харизматичные. Еще легконогие гораздо больше склонны к переменам и, следовательно, к приключениям. И вот это нас, конечно же... Это эльф? Да, это эльф. Думаете, гномы и полурослики живут долго? Когда гному приносят последний стакан воды, у эльфа только начинается кризис среднего возраста. Эти грациозные и изящные ребята живут по семь столетий. И поэтому весьма снисходительны по отношению к другим расам. Отсюда их чванливость за творчество. Из прикольного — вместо сна у эльфов медитация. Это как в третьем вимаке. Это такой четырехчасовой транс, во время которого они грядят о будущем и придумывают остроумные ответы для диалогов из прошлого. А еще благодаря этому их нельзя магически высыпить. От природы эльфы внимательные, ловкие, видят в темноте, их сложно очаровать. Виды эльфов. Чтобы получить лесного, нужно увеличить мудрость на единицу, скорость на пять футов и уметь прятаться в листве. Ну и, конечно же, жить в гармонии с природой. Для высшего эльфа нам понадобится увеличить интеллект, выучить дополнительный язык и какой-нибудь заговор. И влюбить магию всем сердцем. И, наконец, темный эльф получится, если сложить вашу мрачную душу, которая позволяет вам видеть в темноте аж на 120 футов, сложность с нахождением на солнце, владение парочкой заклинаний и ненависть к вам буквально всего мира. Еще картинки, еще картинки. Полуэльф? Красавчик. Где эльфы, там и полуэльфы. Буквально микс между человеком и эльфом, получивший лучшее от двух миров. От эльфов у них харизма плюс два, темное зрение, сопротивление очарованию и волшебному усыплению. Ну и больший срок жизни. От людей увеличение еще двух характеристик на единицу и владение двумя навыками. Из-за того, что они не совсем эльфы и не совсем люди, ни там, ни там их часто не принимают. Поэтому полуэльфы выбирают жизнь странника, певца или учителя. Не, ну тут что-то жесткое должно быть. Э-э-э, это плорк, но девочка? Да. Плорки — это микс орка и человека. Да, и такое бывает, и выглядит это довольно страшно. Плорки большие, сильные, поэтому их многие боятся. Они менее хаотичны, чем орки, но все равно все решают кулаками. И решают очень больно. Ибо если полуэльфы критует, то есть у него падает 20 скуба, то он добавляет еще одну кость урона к броску. То есть не 1 до 12, а 2 до 12. И это еще и удваивается. Несмотря на то, что живут полуэльфы меньше людей, убить их довольно непросто. Если в битве у них заканчиваются пункты здоровья, ну, или хиты, у полуэльфы открывается второе дыхание и возвращается один пункт здоровья. Просто человек на этом месте упал бы без сознанку, ну, и все. А полуэльф может встать и тут же показать, кто здесь, сука, жесткий. Ну, а еще они видят в темноте. Драконрожденный или тифлинг? Драконрожденный или тифлинг? А, ну это Кайрон. Уф, выглядит буквально как дьявола. Рога, хвост, странного цвета кожа, глаза без зрачков. Зато отличный вид в темноте. В общем, у них тоже проблемы в общении с остальными расами. Как и полагается дьяволам, тифлинги харизматичны и умны. Живут чуть дольше людей, защищены от огня и на интуитивном уровне знают, как пользоваться некоторыми заклинаниями. Например, если бырнуть тифлинга в печень, он бырнет тебя в ответ огнем. Кто же это может быть, Глеб? Я даже не догадываюсь, кто же это. Уай, как красиво, а! Драконорожденный. Живые потомки великих драконов, принявшие более гуманоидные формы, потерявшие крылья и хвосты, живут кланами, чисто любивы и склонны к крайностям в вопросах мировоззрения. Либо паяньки, либо убивают, потому что могут. Они гораздо тяжелее людей и, следовательно, сильнее. И гораздо выше, а, следовательно, харизматичнее. А еще они могут дышать огнем, даже если их никуда не пыряют. Ну, или кислотой, или холодом, или даже электричеством. Все зависит от того, какого цвета были их предки. Цветов всего 10, и, например, если вы зеленый, только нарожденный, то можете плеваться ядом и от яда же. Будьте защищены. Так, ну, супер. По книге игрока все. Осталось всего 22 расы. Про них же ты рассказываешь? Не, Глеб, ты. Блин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова